Атнинский район В правую сторону от дороги памятник истории и архитектуры летом, укрытый окружающими березками, вполне надежно. Наверное, только минарет этой мечети сложно не разглядеть. Но на нем не написано, что он дореволюционный, как и все это строение 1911 года постройки. Это вот единственная мечеть не только в Атнинском районе, но и по всей территории Заказания, которая сохранила в период насильственной христианизации свой минарет. Четыре раза пытались его снести, но местные жители его все равно отстояли, стояли насмерть, как говорится. По замыслам мечеть, а по факту что угодно, но не культовое сооружение. Так было в 20 веке. Сначала начальная школа, это после революции, а потом, уже в 80-х, косметический ремонт и создание колхозного музея. Колхозный – это не мнение. Здесь был музей семи деревень, входящих тогда в местный колхоз «Искра». Да, сразу видно музей до сих пор. Да, вот, видите, табличка даже сохранилась. Колхоза «Искра» Арского района. Да, в то время еще в составе Арского района мы были. В бывшей мечети теперь нет места даже истории. Музей не работает с прошлого века. Свою ценность внезапно утратили и экспонаты. Вот это все так и лежит, да? Да, эти вот документы, депутатские билеты. А вот здесь, смотрите. Да, это женские украшения. Женские украшения, монеты. Монеты. Это вот, видимо, каранница была. И вот эта крышка от каранницы такая. Вот эти камушки даже до сих пор. Участник сельхозвыставки 55-го года колхоз имени Хрущева от Нинского района. Вот колхоз «Искра». Да, когда еще встретишь в мечети таких людей. А вот там, где мы привыкли видеть совсем другое, тут у нас, значит, списки. Это вот списки тех людей, которые вот из этих деревень ушли на фронт. Новое время удивительно быстро обесценило все, что не имеет практической ценности. Столетние сосновые бревна спрятались за недорогими столярными изделиями, жители за повседневными хлопотами. Никто не знает, в каком состоянии памятник. Никто не помнит о прошлом, и никто не смотрит в будущее. Какой-то, может, грант выиграют и отреставрируют эту мечеть, и она и будет дальше. Как мечеть? Не как мечеть, а как памятник архитектуры. Да, но тогда надо будет решать, что здесь делать, как приспосабливать, для чего. Опять же, музей. Мечеть не мечеть, музей не музей. Вещь не на своем месте. И не она одна. Разрушен, кажется, тот мир, где каждый был на своем месте. Та гармония общих усилий, подпиравшая весь каркас общества. Его архитектуру. Мы говорим о спасении памятников архитектуры? Не совсем. Мы говорим о спасении архитектуры общества. Отнинский район, село Большой Менгер. Ничем не примечательная точка на карте. Если бы не этот дом. Байский дом. Или купеческий дом. Как говорят в Менгере, бай-юрты. Дом купца Валиулы Бакирова. Роскошный трехэтажный особняк с богатой резьбой по фасаду. Частично утраченный, увы, навсегда. Дому 185 лет. Это 1838 год постройки. Когда-то тогда, в 19 веке, в селе этом было несколько подобных байских домов, принадлежавших, конечно, местным купцам. Да и у этого дома был брат-близнец, который не сохранился. Он один выжил. Каким чудом только. И доживет ли он до следующего утра, кто знает. Заброшенный, разграбленный дом, которому по-прежнему страшен любой окурок, элементарно не заколочен. Отчего-то даже местным жителям не пришла в голову идея, что его кончину можно и отсрочить, отложить. Этот дом, он всегда, вот, помню я с детства, он всегда был такой в памяти, всегда вот байерта, байерта. И как какой-то, вот как храм, понимаете? Такое место это было, дорогое. Это позор, конечно, для нас, для жителей нашей деревни. Это я, вот, я сама так понимаю. Экзистенциально непросто смотреть на разрушенное начало вашего жизненного пути. И даже Родина, малая или большая, способна отобрать у вас точку опоры. Здесь сложно сохранять равновесие. И душевное, и физическое даже тому, кто может назвать этот дом практически своим отчим домом. Фарида Фаязовна Филатова может. Она родилась в этом селе, и это место, которое она помнит хорошо с раннего детства, для нее не менее сакрально, чем понятие «отчий дом». Конечно, она помнит все. Много здесь чего было. Здесь была школа, школа для глухонемых детей. Глухонемых детей. Специализированная школа для умственно отсталых была. Также здесь жили во время войны латыши. Дети, которые приехали с пионерлагера Крота, под Ригой, эвакуированные. И с 78-го года здесь вот то, что мы видим сейчас. Да, вот как дом закрыли, детский дом закрыли, это здание находится в таком состоянии. Но он был, конечно, в очень хорошем состоянии, но года сделали свое дело, и не только года. А кто? Люди. Сейчас вот мне говорят, что дом надо отреставрировать, надо что-нибудь сделать с этим домом, что это как бы наша достопримечательность должна быть, этот дом. Но в то время никто на это не обратил внимания. Даже разговоров не было таких, да? Ну, может, взрослые разговаривали об этом, но я тогда еще маленькая была. Между тогда и сейчас действительно не поставишь знак равенства. Но в сущности, какое такое время сотворило все это? Да, дом стоит сиротой уже 45 лет, и мы отчасти не даром так часто ругаем советскую власть, положившую этому начало. Прошла, однако, целая треть века со сноса целой эпохи. А мы все сносим и сносим. Интерес к истории действительно вырос в последние годы, и дом Бакирова, хотя и не имеет давно хозяина, и имеет своих адвокатов. Еще в 2018 году они подготовили проект его реставрации. Но он оказался не нужен району. Теоретически, дом можно было бы и переместить отсюда, ну, предположим, в Казань. Но кое-чему-то мы все-таки научились. Где родился, там и пригодился. Памятники не должны быть бездомными. Представляете, вот такую красоту, если увидят петербуржцы, москвичи, они будут цокать языками, здесь будут оставлять деньги. На нем можно зарабатывать вполне. Ну, и на самом деле тут даже не про деньги, тут о том, что это память, на самом деле, очень важная. Потому что эти баи, они сыграли исключительную роль. Они, можно сказать, отцами нации были. Ведь если говорить о 18 веке, с приездом Екатерины Великой, поменялась политика в отношении татар. Татары были проводниками восточной политики. Ведь наши арские, казанские купцы построили большинство мечетей. Те же вот Бакировы, их потомки жили в Троицке, как и Яушевы. И если говорить о Башкирии, Оренбургском крае, Казахстане, Киргизии, самые первые мечети там были построены. И, конечно, они опекали Медресе. И если говорить о татарском духе, то именно здесь вот они его опекали, эти баи. Вот честь им и хвала. И вам он нужнее, чем тому же Зинадуску реказу? Обязательно. Нужнее? Нужнее. Нужнее. Это наша достопримечательность. Он не должен быть, у меня сердце болит, он не должен быть в таком состоянии, но оно наше. И мы ее, наверное, не отдадем никогда. Никому. Вы еле сдерживаетесь от себя, я вижу. Да. Это моя больная тема. Она как-то, конечно, связана с детством. С детством. Этот дом, он всегда, вот, помню я с детства, он всегда был такой в памяти, всегда вот баиерта, баиерта. И как какой-то, вот как храм, понимаете? Такое место это было, дорогое. Ну, так случилось, да. Так случилось, что он в таком состоянии. Это, конечно, очень обидно. Бездомными не должны быть и люди. И не должно походить на руины начало нашего жизненного пути. Вот, о чем говорят нам эти слезы. Точка опоры нужна не памятникам. Она нужна людям. Будет ли способна испытывать вот такую боль новое поколение? Мы не знаем ответа и не узнаем, наверное, никогда. Мы можем только бороться за это. Всеми силами. Тут, тут, то сям посеяны очень интересные памятники. На них нужно бороться, безусловно. Делать инвестиционные проекты, привлекать крупных инвесторов и идти навстречу им в плане налогообложения, там, и так далее. То есть, это так везде в Европе делается, потому что пейзаж изменится. Что бы здесь ни было, что бы здесь ни расположилось, музей или кафе, или там какой-нибудь гостиница, может быть, в первую очередь она должна быть отреставрирована. Она должна быть в хорошем состоянии. Не в таком. Это позор, конечно, для нас, для жителей нашей деревни. Оправдание бездействию известно. Дескать, это же деревяшка. Есть ли смысл тратить деньги на что-то недолговечное? Но вот же в райцентре, в Большой Отне, в эти самые дни прилежно реставрируют дом-усадьбу купца Гатуулы Даутова. Этот дом помоложе, но, возможно, ненамного. По одним сведениям, он 1850 года постройки, по другим 1895. Имевший двух жен, но не имевший детей, купец Даутов, был раскулачен и сослан в Сибирь, до которой он, впрочем, так и не доехал. Умер по дороге. В его доме впоследствии были коммуналки, военкомат. До наших дней дошло, разумеется, не так много. На втором этаже дома что-то из XIX века уже почти не встречается. Но все здесь именно так, как и было. Где жил самбай? Это вот здесь. Традиционных для татар два входа. Они практически одинаковы. Два входа, да. Они одинаково оформлены. И две жилые половины. Видим здесь жилую половину. И здесь. Одна мужская, другая женская. Но было такое разделение. Мужчина находился в своей комнате, жил отдельно от женщин. Женщина жила отдельно. С 2010 года в доме разместился Краеведческий музей района. А последняя реставрация была задолго до этого. В 1994 году. И была она не очень уважительной к памяти этого места. Прямо как в известной нам Мокшинской мечети. Поэтому нынешняя реставрация более глубокая. Это исправление ошибок, ко всему прочему. Здесь был ремонт. Но его обшили вагонкой по-современному. Но это же никуда не годится. Поэтому мы эти вагонки, мы его содрали. Мы хотим сохранить в том виде, как он был раньше. Летом 1922 года начали этот ремонт. Нам выделили около 14 миллионов рублей. Начали с фундамента, укрепили фундамент. Поменяли старые бревна. Потом законопатили все. Крышу там. То есть он был в аварийном состоянии. Он был в аварийном состоянии. Для нас самая главная была задача, чтобы сохранить этот конструктив. После обновления здесь снова разместится музей. И, вероятно, будут найдены новые возможности для привлечения должного внимания к истории не одного лишь купца Даутова, а всего того потенциала, что хранит в себе отнинская земля. Это усадьба. Здесь несколько построек. И большой простор для фантазий. В пределах разумного, доброго и вечного. Ну да, был бы большой плюс в восстановлении этого дома для привлечения туристов, для знакомства с нашим районом. Потому что вот наш отнинский район даже немногие люди в Казани знают. Арский все знают, а отнинский не знают. Отня? Большая Отня. А что это? А где это? А если еще Бакировский дом сделали? А если Бакировский, да. Полноценный туристический маршрут можно только по нашему району создать. Сельские туристические маршруты. Маршруты, проходящие через главные достопримечательности республики. А главное перед нами – это природа в первую очередь. Вот он, тот берег, куда нам давно нужно плыть. Хочешь узнать Францию, уезжай из Парижа, говорят французы. Хочешь узнать Россию? Беги из города и отправляйся на берега великих рек. Будем, наверное, вскоре говорить и мы тоже. Именно здесь мы героически прокладываем большие дороги, связываем эти берега грандиозными мостами и в целом мыслим очень глобально, в то время как самые простые вещи ускользают от нашего внимания. А самое простое – это тропы. Тропы пешеходные, велосипедные тропы, проходящие вдоль этих берегов. Именно здесь может узнать Россию тот, кто хочет ее узнать. Пока хорошо узнаваемая Россия – это полное отсутствие дорог, инфраструктуры и повсеместный архитектурный кариес. Полу сгнившие уже и передние зубы и, как следствие, далеко неполный рот, которым и улыбается сегодня криво путешественникам, например, нижний услон. Это дом пароходчика Савина. У него было порядка 13 пароходов. В нашем Казанском по Олже грузопассажирскими перевозками он занимался. А уже в 1914 году они скооперировали с саратовскими купцами рейпинами, открыли волжско-камское коммерческое пароходство. Оно уже было достаточно такое серьезное, большое и на Волге значимое. И на свои деньги он построил здесь церковь, которая, вот вы видите, в своем домовладении. Она называется Никольская, старобрядческая церковь. Единственная здесь на большом промежутке, официально действующая, была она построена в 1907 году. Классический дом. Классический не значит скучный или банальный. Классический – это образцовый. Дом Савина – образец полукаменного купеческого дома. Дом-образец, чего не скажешь о хозяевах. А хозяева – это, разумеется, не только те, кто здесь живет, хотя все не на месте. Вот отдала Богу душу бабушка на втором этаже. И ее часть дома умирает вместе с ней. Пустое место скоро будет на месте сложной резьбы и оригинальных орнаментов. Мы находимся с вами в таком месте, рядом с Казани, который просто кричит, наверное, нам о том, что здесь что-то делать пора. Место это, чем интересно, весь правый берег – это кромка вдоль Волги. То есть ты идешь по этим улицам деревенским, потом уходишь на лоно дальше природы, и вот так до Камской устью 100 километров можно вдоль пройти. Это нужно обязательно использовать, конечно. Преимущество нашей республики – это Татарстан, то, что мы находимся вдоль Волги и Камы, и у нас нет трекинговых троп. Но эти объекты, они, конечно, будут просто жемчужинами по этой тропе. Эти берега Волги – это не только шанс увидеть образцовую классическую природу, но и встречающиеся только здесь лучшие образцы классических российских ремесел, тесно некогда связанные с рекой. Тот же Нижний Услон – почти первоисточник, открытая книга, как понимать свою землю. Открытая, увы, все на той же странице, которую редко кто пробежит даже по диагонали. Перед нами дом 1855 года. Дом с легендарной городецкой резьбой. Вообще городецкая резь корабельная, она по-разному называется, связана с Нижегородчиной. Там были замечательные мастера, город мастеров Городец. Возник он еще в самом начале 13 века. Городецкие мастера, они стали славиться росписями знаменитые, вот эти прялки городецкие, и резьба, которую они отделывали сюда, по Волге. И вот эти все суда очень богато отделывались резьбой, потому что речники уходили, те же купцы, торговали на полгода, у них все было связано с рекой, поэтому они не жалели денег, и как 600-й Мерседес того времени очень богато отделывались суда, еще красились краской. К концу 19 века деревянные суда эти поисчезали. Ну и что было делать городецким мастерам? Они стали подаваться пристанским селам. Вот условно это были пристанские села. Здесь жизнь кипела. Ну и богатые мужики, они могли себе позволить дома отделать очень богато. Городецкая резь – это, в общем, недешевое удовольствие. Вы видите, вот эта вот сплошная доска, она очень широкая, и вот растительный орнамент. И по всему фронтону. Буквально десяток домов таких сохранился в нашем Казанском по Волжье с этой вот этой городецкой резью. Немного сохранилось изображение той самой корабельной городецкой резьбы, и один из источников – это всем известная картина Репина «Бурлаки на Волге». Здесь и изображена та самая барка расшива, которую принято было украшать затейливой резьбой. Резьба отлично видна на картине. Нет больше ни барок, ни бурлаков, пожелавших бы тянуть эту лямку, и очень немногие сохраняют и даже подновляют эту историю. Хозяин этого знакомого нам уже дома – один из таких немногих. Местный житель, опять-таки, не отделал его сайдингом, не закрыл, он сохранил его, можно сказать, в первозданном виде. Честь ему и хвала. При этом местный житель сам решает, что ему с этим домом делать. Захочет, что он эту городецкую резьбой возьмет и снесет? Да, он не является памятником, ОКН и так далее. Поэтому как волен. Этому дому в селе Шаланга, в Верхнеуслонского района, не так повезло. У дома есть только вторая половина XIX века. И даже хозяина больше нет. Дом не жилой. Пышная городецкая резьба, которая всегда уникальна, еще радует глаз. Пока еще радует. Потихоньку все падает, никому до этого дела никакого нет. Дом, в общем, умирает. Да, грустно смотреть. Прохудившаяся крыша. Буквально в прошлом году скончалась последняя владельца. Она почти сто лет прожила. Старушка, такой божий одуванчик. Она работала здесь библиотекарем. Долгие годы ее вся Шаланга знала. Что интересно, внутри этого дома даже мебель сохранилась. Расписная, а ровесница самого дома. То есть это готовый этнографический музей, можно сказать. Ну, даже посмотреть с вами не можем сегодня, потому что есть частная собственность. Залезать не будем, а дверь нам никто не открывает. Да, к сожалению, грусть-то еще и в том, что на наших глазах просто считают такие, вы знаете, посылки из прошлого замечательные. Это, ну, на самом деле, жемчужины, которые могли бы служить будущим поколениям. Вот, рушатся просто на глазах. Одной ногой уже в могиле. Беглый осмотр неутешителен. Крыша уже прохудилась в нескольких местах. И часы тикают. Сколько ему осталось, чтобы пойти ко дну при таких пробоинах? Год? Два? И кто борется за этот дом? Да никто. Никто, кроме нашего проводника Леонида Абрамова. Леонида Абрамова, человека, не только тонко чувствующего историю, но и отлично знающего запросы публики, не хуже иного поисковика. И вроде казалось бы, ну, да, старый дом, и что он? Ну, как что? Благодаря ему, огромное количество туристов сюда приедет по следам этих туристов. И еще, и еще, и еще, как сарафанное радио. Путешествовать по своей земле нужно, наслаждаться. На самом деле, вот этот наш менталитет, что где-то там хорошо, совершенно какой-то вот, он советский, кстати, вот менталитет. Потому что те люди, которые жили сто лет назад и создавали эту красоту, чувствуя сопричастность со своей историей, природой, мы должны вернуть эти корешки. Все смешалось в нашем доме, все не на своих местах. Люди не на своих местах тоже. Не за что ухватиться истории, не за кого. Вот этот уникальный дом в селе Теньки Камско-Устинского района мы и снимаем, разве что для нее, для истории. Возможно, никому из нас и из наших потомков уже не доведется увидеть это своими глазами. Хрестоматийная городецкая резьба конца 19 века. На фасаде резьбой фирменный знак мастеров. Дом 1885 года. А по бокам еще пара мелочей для уюта. С одной стороны русалка видна, причем это вот берегиня, как ее называли. Она проникла с той самой корабельной рези, то есть она с кораблей пришла сюда. То есть на корабли она непосредственно спасала. А здесь как элемент, который городецкие мастера резали столетиями. А с той стороны лев. Лев это тоже один из символов, который тоже на кораблях изображался. Он символ мощи, могущества. Правда, он похож больше на пуделя, но как мог, так и представил. Вот это городецкая резь, но я вам скажу, такой образчик просто эталонный. Общеизвестно стремление любого хозяина жить в гармонии с окружающим пейзажем. Для гармонии с современным несвежим деревенским пейзажем вполне подойдет и дешевый стройматериал. И этот дом, по решению хозяев, со всеми его сокровищами скоро исчезнет за сайдингом, что необъяснимо с позиции здравого смысла. Но какая еще страна строила себя когда-то из самого дорогого и изысканного, а украшать впоследствии себя решила самым дешевым и примитивным. Так что попрощаемся с русалками и побредем тихонько дальше. Тут недалеко. На этот дом мы, возможно, тоже смотрим в последний раз. Скоро и его будет не узнать. Этот дом в Тиньках не особенный. Обычный дом из 20 века. Но памятником истории и архитектуры его сделал житель дома Алексей Емельянов, теперь, увы, бывший житель. Не дом, а сказка. Вот вы смотрите, чем ближе подходишь, тем больше деталей тебе открывается. Вот я этого не видел сразу, но это, оказывается, руки. Да, рабочие руки. Руки держат. С прожилками. Смотрите, даже вены, смотрите, бегут. А ведь это деревянные все, да? Ногти, вены, прожилки, мускулы. Закатанные рукава. Незакатанные рукава. Ну, вообще, я вам скажу, это даже какие-то такие элементы модерна. Очень стильно смотрится. Необычно, вот, согласитесь, в стиле такое увидеть. Конек-горбунок. И вы помните эту Иерушевскую сказку, да? И русалочка рядом. А если витязи, 30 витязей из волн выходит, ясно. Это все Пушкин. Александр Сергеевич, здесь все напоено. И щит не абы какой, а с зелантом, нашим символом. А если наверх посмотреть, там вот белочка, которая грызет орешки. Орешки, да. Пушкин. Пушкин. А чуть дальше мы пойдем. И кот ученый, все ходит по цепи кругом. Ну, насколько вы высокохудожественные. Это же произведение, там, жёлуди. Напоминает балаган. Как будто вот оттуда должен выйти балаганщик с петрушкой. Это Емельянов, местный житель, кавалер ордена Трудового Красного Знамени. То есть, это как герой социалистического труда. Он просто был комбайнером. И всю жизнь он своим занимался этим домом. Известно, что делает с деревом время в отсутствии адвокатов. Дом жилой, но хозяева посчитали, вероятно, свои расходы на подновление того, что уже сыпется и выцветает. И решили, что лучший вариант – сайдинг. Разум отказывался в это верить до последнего. Но мы услышали это от новых хозяев своими ушами. Мы же хотели просто вот это всё снимать, стены выравнивать и сайдингом обшить дом. А для чего сайдингом? Чтобы было по-модному. Большой плюс для новых хозяев при этом – полное отсутствие туристов. Если дом этот действительно станет невидимкой, как и все остальные. Пока от туристов тут одни неприятности. Проку никакого, а урон бывает часто. Это весьма популярное место для фотосессии. А ведь дом мог бы и прибыль приносить. К сожалению, хотели покрыть сайдингом, но сейчас тоже раздумывают. Надеюсь, всё-таки откажутся от этой идеи. Потому что, ну, если даже говорить монетизацией, то есть можно заработать на этом доме. Как продавать те же сувениры, что-то обустроить внутри, приглашать и так далее. Потому что люди будут издалека проезжать. К тому же здесь Камское устье по дороге находится. Наверное, вот это самое место, куда вот можно бы вот и волонтёров привезти. И здесь ребята с удовольствием приедут. И с таким домом поработать – это же счастье большое. С удовольствием, конечно. Воспоминание будет на всю жизнь. Потому что поищи второго такого. Кто создавал для нас потомков – это великолепие. Эти идеалы, в которых, собственно, и нет ничего идеального. А есть лишь некая нравственная ответственность человека перед эпохой. Всё это создавали выпускники Академии художеств. Всё это создавали обыкновенные люди, которыми Двигл зачастую даже не гений, а простая потребность идти по этой мучительной дороге к красоте. Ну а мы? У нас было достаточно времени, что мы сделали такого, что останется в истории. Что все эти годы стремительного старения идеалов двигало нами? Лишь то, что ограничивается рамками нашей собственной жизни? Мало. Так нам никогда ничему не найти применение. Себе не найти. Точка опоры нужна не памятникам, а людям. Будет ли способна испытывать такую боль, глядя на этот бескрайний ландшафт надежды, новое поколение? Мы не знаем ответа. Мы можем только бороться за это. Всеми силами. Уже сейчас. Растет такое поколение, которое уже пониманием относится ко всему этому, к нашей истории, к истории нашей деревни. И как бы, я думаю, что Лаберса когда-нибудь усадьба вот рассветет так же, так же, это моя мечта, рассветет так же, как в то время она была в таком состоянии. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова